Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я буду чистить, чистить ваши мысли с помощью вот такой помпочки хорошей. А будете плохо себя вести, еще и клизму поставлю. Ну что, я надеюсь, что вы смотрели мои предыдущие видео и уже знаете о том, что существуют такие техники по управлению вашей реальности, которые мы можем использовать благодаря своему мозгу. Вот, поэтому сегодня мы с вами этим и займемся, и сегодня у нас очень мега классная техника. Я надеюсь, что вы прочитали, как она называется, потому что называется она какашка. Итак, эта техника поможет вам в том случае, если вы увлекаетесь чужой жизнью. Я, конечно, понимаю, что вы сейчас подумаете, какая у меня такая проблема, ну увлекаюсь я чужой жизнью, ну и что? Но на самом деле мы же с вами уже немножечко, надеюсь, умненькие и уже понимаем, что, исходя из того, что находится в нашей голове, то и проектируется в нашу реальность. А уж поверьте, в чужих жизнях, порой копаясь, мы на такое там набредаем, что потом притягиваем это все в свою жизнь. Ну, в общем-то, берем из одного унитазика какашечки и перетягиваем в другой. И сегодня я расскажу вам о том, во-первых, как это отражается на вашей жизни, когда вы слишком увлечены другими жизнями, когда вам очень нравится кого-то обсуждать, осуждать, разбираться, увлекаться, сплетничать, в конце концов. Но также приятно обсудить и узнать, что у кого-то такого идеального, возможно, тоже есть свои проблемы. И согласитесь, это так облегчает свое собственное состояние. А, ну если у него такое, то у меня. И вот сегодня как раз я и расскажу вам о том, каким образом, в общем-то, это все проектируется на вашу реальность, как это все добавляет в вашу жизнь лишненького. Ну и, собственно, потом вы смотрите на свою жизнь и снова недовольны, снова понимаете, что вы такой весь классный, осознанный, с позитивным мышлением, с любимой фразой «все будет хорошо». В общем, ничего хорошенького и нету. А что вы получите в результате? С помощью этой техники вы сможете научиться останавливать себя всякий раз, когда вы вот уже стоите на низком старте, чтобы нырнуть в чужое дерьмишко. Вы научитесь этот момент контролировать, останавливать, ну и, собственно, фокусировать внимание на своей собственной жизни, чтобы строить ее такой, как вы желаете. Если вы хотите жить классной жизнью, если вы хотите научиться создавать свою крутую реальность, вам точно нужно посмотреть это видео и точно нужно взять эту технику себе в обиход. Вот напоминаю ее прекрасное название «Какашка». И да, весь этот ассоциативный, ароматический ряд, который вот у вас сейчас перед глазами, вам и необходимо запомнить. Но давайте будем с вами по порядку и начнем, собственно, с того, для чего, в каких ситуациях вообще с нами это все происходит. Дело в том, что ничто так не тешит другого человека, как возможность поковыряться в чужом грязном белье. Всегда это выглядит очень, ну так себе, просто ты узнаешь какую-то новость, что у кого-то что-то произошло плохое или очень плохое, или что-то, что тебя радует. Уволили, развелся, сошелся, все что угодно. И ты, уже не замечая этого, начинаешь обсуждать и жить этим. Сначала рассказала одной подружке, потом другой подружке, потом начала читать эти новости. Кстати, вся новостная лента про звезд, вот она построена как раз в этих фекалиях. Потому что с кем разошелся этот? У этого какие отношения с мужчиной или с женщиной? Сколько кто заработал? Все это, по сути, пища для бедных мозгов. Дело в том, что если вы помните, а возможно сейчас это и существует, раньше были вот эти газеты замечательные, желтая пресса, всякий экспресс, где бесконечно обсуждались какие-то совершенно дурацкие информационные поводы, и люди об этом говорили. Почему? Да потому что жизнь обычного человека на самом деле очень банальная и скучная. Он просто ходит на работу, зарабатывает небольшие деньги, думает о том, как ему эти деньги распределить, пьет по выходным, ругается, бьет и что-нибудь еще придумывает в качестве досуга. И, собственно, все. А вот эти замечательные всплески, новости, сплетни, интриги, скандалы и вот эти безумные телевизионные шоу, на которых мы вырастали, как большая стирка, там, дом 2, 10, 25, с какими-то постоянными скандалами и интригами, конечно же, добавляли пищи для ума. Но мы с вами уже немного грамотные. И если вы смотрели мое видео, где я рассказывала про технику мясорубка, если не смотрели, сделайте это обязательно, мы с вами знаем, что то, что мы кладем в свой мозг, то в результате и прорастает в нашей реальности. И если мы с вами вот этот весь информационный фастфуд бесконечно употребляем, то стоит ли удивляться, что наша реальность, мягко говоря, далека от идеала. Когда мы с вами уже становимся более-менее осознанными, вроде бы у нас что-то начинает получаться, мы, тем не менее, очень часто не замечаем, как вступаем в чужое. Почему техника какашка? У многих из нас с вами есть собачка. У меня тоже есть собачка Джек Красол, она такая веселая и очень-очень умная. И вот в какой-то момент, когда она гуляет по улице, я вдруг замечаю, что моя любимая собачка Марго чем-то сильно увлечена. Вот в момент ее внимания все переключилось. Она шла, гуляла, ей было так хорошо, весело. Она держала свой поводок и вдруг что-то ее увлекло. И когда я подхожу и смотрю, что же увлекло мою любимую собачку, которая все время со мной лижется и обнимается, спит в одной постели, я вижу, как моя Марго с огромным удовольствием вылизывает чужие фекалии. Она это делает так увлеченно и так с такой любовью. И ты говоришь ей, Марго, что ты делаешь? Фу, это же какашка. И в этот момент, я уверена, что вы все замечали, я поставлю этот замечательный предмет. Кстати, достану вам из унитазика замечательную штучку, чтобы вы помнили. Ароматик. Так вот, в этот момент ваша собачка смотрит на эту какашку и как будто бы она вот приходит в себя. Она такая, какашка. Она прижимает ушки свои и ей становится реально стыдно. И вы продолжаете. Фу, чужая какашка, как ты можешь? И она тогда смотрит, это же чужая какашка. Действительно, как я могу? Это же какашка, фу, я испачкалась. И ей становится самой противно. И она не понимает. И она как будто бы говорит своими глазками, мамочка, я не знаю, что со мной произошло. Я не понимаю, как это случилось. Действительно, это же чужая какашка. Мне мерзко от самой себя. Фу, фу, я сама никогда больше не буду свой язык брать в рот. Приблизительно тоже с ней происходит. Такая же история происходит и с нами, осознанными людьми. Возможно, с вами. Вспомните, когда вы так увлеченно начинали жить чужой жизнью, обсуждая другого человека, возможно, даже свою подругу. Когда вы бесконечно что-то перерываете, обсуждаете, и в вашей голове крутятся эти мысли, которые никакого отношения не имеют к вашей личной жизни. Такое происходит сплошь и рядом. И какими бы осознанными мы не были, если наш мозг не настроен на этот фильтр, и мы не понимаем, что в тот момент, когда мы начинаем жить чужой историей, мы вступаем в чужое. Угу. О чем можно говорить? Я хочу, чтобы этот ассоциативный ряд плотно у вас закрепился, чтобы всякий раз, когда вы начинали обсуждать других людей, их жизнь, переключать свое внимание с себя на кого-то другого, вы понимали, что вы активненько. Пожирайте чужую какашку. И я хочу, чтобы этот запах, милый аромат, начинал просто вот подниматься, чтобы вы могли остановиться на пороге перед тем, как укусить или вступить в эту. Вы говорили себе, зачем? Я открою вам тайну, но у вас этого всего хватает. У вас есть ваша собственная жизнь. И вместо того, чтобы разбираться с тем, что происходит у вас, а ведь, согласитесь, это не всегда легко и очень приятно, это же надо брать ответственность, разгребать свое собственное, куда приятнее переключиться на кого-то другого и порассматривать его. А у него больше, а у него туже, а у него как-нибудь еще. Вы должны осознать очень простую вещь, что когда мы ковыряемся в чьем-то чужом, говорить о том, что мы строим классную свою жизнь, мы не можем. Во-первых, мы заняты. Во-вторых, я возвращаю нас к теме нашей энергии, что на чью энергию мы настраиваемся, что там происходит, мы это и притягиваем. И ковыряясь в чужом дерьмишке, мы притягиваем дерьмишка и к себе. Так это устроено. И это бесконечная череда, которую вы называете неудачным стечением обстоятельств, полосой невезения, такой жизнью. Вот именно поэтому ваша жизнь и является такой. У вас всегда есть выбор. И это единственное, что у вас не могут забрать. Мы можем попадать в разные ситуации, но у нас есть выбор, как на это реагировать. И вместо того, чтобы в очередной раз ковыряться в чужом, скажите себе, у каждого человека есть его собственная жизнь, его собственные выводы, его собственные ситуации. И кто я, чтобы в этом разбираться? Зачем мне это? Я желаю этому человеку найти силы и мудрости справиться с этой ситуацией самостоятельно. Еще и желаю ему добра, потому что я эгоистка. Я знаю, желая добра другому, я притягиваю добро в свою жизнь. А я буду разбираться со своей собственной жизнью, очищать свою собственную жизнь, убирать все лишние элементы и стараться не вступать ни в свое, ни в чужое. Я хочу, чтобы вы это четко осознали. И всякий раз, когда у вас возникало какое-то желание кого-то обсудить, увлечься, начать сплетничать, вы вспоминали этот аромат, аромат этих ярких фекалий и видели себя почти той собачкой, которая увлечена, с вожделением, с безумием в глазах, начинает вязать чужое. Нужно ли вам это? Если вы хотите создавать свою яркую, классную жизнь, вы хотите знать, что в вашей жизни есть все то, что вам нужно, вы хотите знать, что вам нужно, вам необходим достаточно трезвый, осознанный ум. Поэтому никто из нас не идеален. И да, порой с нами в жизни случаются разные ситуации и порой очень хочется залезть в чужое. Но задайте себе в очередной раз вопрос, что вам это даст? Поможет ли вам это хоть как-то? И даже если вы в какой-то момент словите себя с безумными глазами, подлизывающие чужое, вспомните классную фразу «Не суди, да не судим будешь». Не давайте оценку другим людям, не увлекайтесь чужими проколами, потому что у каждого из нас хватает своих собственных. И единственное, что мы можем сделать для себя классное, это работать над собой и улучшать самого себя. Пожалуй, это то, что может дать нам в жизни рост и развитие, а все остальное просто проживание, а очень часто прожигание драгоценной жизни. Давайте подведем итог. Техника какашка. Мы берем ее тогда, когда мы понимаем, что мы очень сильно увлекаемся чужими жизнями, что жизнь других людей, сплетни, какие-то разговоры и перемывание костей и грязного белья становятся для нас интереснее своей собственной. Тогда мы вспоминаем, что если в нашей жизни по-прежнему есть план классной жизни своей собственной, если у нас есть цели, если мы хотим развиваться, то нам необходимо закрыть ненужные двери, которые не ведут нас к этому и сосредоточиться на себе. Найти в себе смелость, мудрость, осознанность, которую мы с вами развиваем здесь благодаря этим видео, для того, чтобы строить свою собственную реальность. То, что мы с вами излучаем, то мы с вами и имеем в жизни. Посмотрите на свою жизнь внимательно. И если вы увидите, что мусора в ней еще достаточно, займитесь уборкой в своей голове. А для этого я рекомендую вам обязательно подписаться на мой канал, если вы этого не сделали. Я буду благодарна вам за лайки, ширите мои видео и, конечно, пишите. Пишите те ситуации, с которыми бы вам хотелось научиться справляться, где у вас есть слабые места. Я буду обязательно стараться выдавать вам разные техники. Обязательно, если у вас есть желание развиваться и расти, не забывайте о том, что я являюсь автором марафона «Рерайтер жизни», в котором мы с вами учимся не только правильно думать, но учимся программировать свою реальность и пишем книгу о жизни своей мечты с помощью моей специальной авторской методологии. Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей в моем окружении научились создавать свою счастливую реальность. Сколько бы она ни длилась, мы с вами живем в удивительном мире, происходят невероятные вещи прямо сейчас и они будут происходить постоянно. И все, что мы можем делать, это день за днем выстраивать свою собственную жизнь до тех пор, пока нам с вами это дано сделать. На этом я с вами буду прощаться. Спасибо всем, что посмотрели меня. Спасибо, что рекомендуете друзьям. я очень много получаю сейчас фидбэка именно от новых людей. Рада всегда и всем. И до встречи на моем канале с моим следующим видео, с моей следующей техникой.